Вентиляция уже собрана. Осталось оконечное устройство. Строительство долгожданной поликлиники в селе Ромашково близится к завершению. Ход работ проинспектировал глава округа Андрей Иванов. Возведение медучреждения началось в марте прошлого года. На данный момент уже приступили к обустройству кровли, фасадов и сетей. На объекте задействовано 107 рабочих и 3 единицы спецтехники. Процент выполнения около 70%. Занимаемся работами по внешним сетям. Приступаем на следующей неделе к благоустройству. А также монтажом и устройством внутренних сетей. В середине апреля планируют начать чистовую отделку здания. А в мае сдать готовый объект с благоустроенной территорией. К концу апреля мы готовим помещение для завоза оборудования. И они начинают потихоньку по мере готовности расставлять оборудование. То есть по вашим расчетам мы в июне уже сможем здесь принимать жителей? Ну, если лицензировать, пролицензировать. И получение лицензии, да? Успеет на остров, да. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. На трех этажах разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты профильных специалистов, дневной стационар, рентгенаппараты, а также кабинеты массажа и лечебной физкультуры. Для малоподвижных групп населения предусмотрена безбарьерная среда. Доступная среда – это, опять же, вот лифты у нас здесь. И плюс входная группа будет с пандусами. Но пандус, разуклонка будет минимальна, поэтому доступна будет даже для детей на самокатах. Туалеты? Туалеты присутствуют на каждом этаже по шесть штук. И тоже с элементами доступна? Да, с элементами доступна. И двери тоже широкие? Двери тоже, да. Следующий визит на объект глава округа наметил на конец апреля. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово». Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».